Спорт-ФМ. 100% футбола. Да, привет, Никак, привет. Действительно, хожусь в Волгограде. Сейчас вот в центре города, буквально рядом с гостиницей Волгоград. Очень красиво. Так все в флагах красных перед празднованием 9 мая, который всегда в Волгограде. День Победы отмечается с особым размахом. Скажи, пожалуйста, понятно, что Волгоград это город, это город-герой, да, это город, где ты уже правильно сказал, отмечается День Победы с особым размахом, с особыми чувствами. А вот ощущается ли приближение футбольного праздника в Волгограде? Ну, честно говоря, не очень. Вот по сравнению с предвкушением Дня Победы, финал Кубка, ну, можно сказать, практически не предвкушается. Разве что в гостиницах, где находятся, соответственно, Тосно и Авангард. Побывал я и в той, и в другой. Ну, собственно, с Тосно мы делегация журналистов, которые прибыли в рамках пресс-тура тестового матча перед чемпионатом мира. Мы, собственно, живем в одном отеле, поэтому там увиделся Дмитрием Парфеновым и другими футболистами этого клуба, его подопечным, точнее, футболистами этого клуба. Ну, а сейчас побывал в гостинице Авангарда и переговорил с главным тренером клуба Хасаном Беджиевым. Мы с футболистами виделись, в том числе, вот, вратарь, правда, он сейчас травмирует, но был основным вратарем, Санислав Козырев. В общем, в гостиницах атмосфера футбольная ощущается, в городе не очень. Хорошо. Хасан Беджиев, понятно, сейчас живет в преддверии матча своей команды, матча исторического против Тосно, финал Кубка России. А не вспоминали с ним времена Локомотива, да? Следил он вообще за успехами команды московской Юрия Павловича Семина? Конечно, конечно. Во-первых, Хасан Беядуардович позвонил Юрию Павловичу, поздравил с победой и выслушал в ответ пожелание удачи в финале Кубка. И Юрий Павлович, собственно, поздравлял его после выхода в финал. Я тогда был на том полуфинальном матче в Курске, когда Авангард победил Шинник и вышел в финал. И был свидетелем, как и Гус Хидинг звонил, поздравлял Хасана Беджиева. Они вместе работали в Анжи. Хасан Бея тогда был спортивным директором. И Юрий Павлович звонил, поздравлял. И тогда, собственно, он тоже желал удачи в предстоящем финале. Вот сейчас пожелал в очередной раз. Ну, а может быть, какая-нибудь преемственность будет, да, через некоторое время? Кто знает, может быть, после таких успехов Беджиева окажется в Локомотиве спустя много лет? Все возможно. Но мы еще, на самом деле, вспоминали участие Хасана как игрока в финале Кубка России в первый раз. Тогда Локомотив в 1990 году вышел и попал на Киевское Динамо. Да, крупно проиграл. Да, 1-6 был. Но тогда Локомотив в качестве клуба первой лиги, конечно, ничего не мог Киевскому Динамо противопоставить. Здесь, наверное, все-таки немножко другая история. Если бы вышел в финал, допустим, Спартак, все-таки, а не Тосно, наверное, у Локомотива, как у того Локомотива, образца 1990 года, было бы очень мало шансов. Ну, а все-таки с Тосно эти шансы вполне реальные, как мне представляют. Ну, хотя, да, получается, команды... Ну, мы не знаем, да, из разных дивизионов или нет, потому что Тосно может и покинуть элиту. Где-то порядка 45 тысяч зрителей, если мне не изменяет память, вмещает Волгоград-арена. По твоим ощущениям, сколько все-таки будет народу? Потому что, если вспоминать последние финалы, ну, да, Зенита, ЦСКА, в Казани было достаточно много болельщиков. Кстати, как и в Сочи, там было где-то порядка 25 тысяч, но в основном по большей части за счет приезжих фанатов. Вот здесь сколько приблизительно ожидается? Ну, будет абсолютно точно полный стадион, потому что билеты, во-первых, бесплатные, и очень много болельщиков из Курска приехали не так далеко до Волгограда. Это первый момент. А второй, собственно, обязаны в данном случае хозяева обеспечить эту самую полную занятую стадиону, потому что, как я уже говорил, это тестовый матч в рамках подготовки к Чемпионату мира. Вот эти тестовые матчи делятся на три категории, а в каждом стадионе должен пройти матч с вместимостью заполняемости трибун на 30%, на 50%, на 60% и на 100%. И вот как раз сейчас в Волгограде такой третий тестовый матч, поэтому полная заполняемость трибун просто должна быть априори. Леш, ну и твой прогноз на игру? Ну, как я уже говорил, в принципе, наверное, сила команд сопоставима, и мне кажется, вот такое предчувствие, что если бы Тосно потерял шансы на продление прописки в премьер-лиге, то есть это произошло в случае, если Анжи обыграл Ахмат и опережал Тосно отрядчика, наверное, Тосно бы в силу какой-то, может быть, злости, в силу больше сконцентрированности на кубке сумел бы собраться и победить в этом финале. А тут, как мне представляется, Авангард в более выигрышном положении, именно психологическом, потому что Тосно все-таки думают еще о последнем туре, о том, что им надо попытаться в Уфе зацепить хотя бы очко и рассчитывать, что Анжи ничего не заберет у ЦСКА в Москве. И вот по этой причине, как мне кажется, вот такая маленькая кирка на весах в пользу Авангарда будет. Спасибо большое, Леша. Это был Алексей Лебедев, ведущий Спорт-ФМ, который находится в Волгограде. Напомню, завтра там пройдет финал Кубка России по футболу. Сегодня мы еще к этому финальному матчу, конечно же, будем возвращаться. Курский Авангард против Тосно из Ленинградской области. Ну и напомню, что вот сейчас вспоминали, да, уже с какого, с 2009 года финальные матчи Кубка России по футболу не проходят в Москве. В мае 2008-го последний раз играли в Москве на стадионе «Локомотив», и тогда ЦСКА по пенальти победил пермский Амкар. На том матче присутствовало 24 тысячи зрителей. Потом те же армейцы выиграли в Химках у Рубина, ну а потом уже финал Кубка России поехал по России, в общем-то. И теперь будет 9-го мая, что весьма-весьма символично играть в Волгограде. Понятное дело, что кто-то, может быть, хотел увидеть иную финальную пару, но так как билеты бесплатные, как сказал Алексей Лебедев, ожидается аншлаг на этой встрече Тосна против Курского Авангарда. Так что надеемся, что это будет футбол равных соперников. Ну а я напомню, что у нас на странице Спорт.ФМ ВКонтакте проходит опрос, даже два опроса. Во-первых, заходите, голосуйте. Кто же займет 13-ю строчку в чемпионате России и попадет в зону стыковых матчей? Потому что здесь не все так просто. Пока что около 45% считают, что 13-е место займет пермский Амкар. 27% склоняются к тому, что в зону стыков попадет, между прочим, московская Динамо. 14 с лишним процентов считают, что это будет Ростов. Валерия Карпина чуть более 7% считают, что Урал. И 6 с небольшим процентов считают, что это будет Казанский Рубин. То есть в команду Курбана Бердыева верят меньше всего. В кавычках, конечно, верят. И второй опрос от программы «100% футбол». А кто же напрямую вылетит в ФНЛ? Анжи или Тосны? И пока здесь перевес на стороне Анжи. 57,5%. Я напомню ситуацию в турнирной таблице. Но накануне у нас был круглый стол. И там Дмитрий Дерунец подробно расписывал все вот эти расклады, при которых даже Урал, даже московская Динамо могут, соответственно, оказаться на 13-м месте в турнирной таблице. И здесь про Динамо очень много вопросов было. Опять кто-то верит, кто-то не верит. Я напомню, что там должно было совпасть 7 пунктов. И 3 из них уже совпали. То есть Амкар выиграл у Урала. Анжи проиграл Ахмату. Рубин и Уфа сыграли в ничью. Если Краснодар победит Рубин, Ростов выиграет у Урала, Амкар обыграет Ахмат, ну и само московская Динамо проиграет Спартаку, то тогда 5 команд набирают по 37 очков. И динамовцы оказываются на 13-м месте в турнирной таблице. И таким образом будут играть в стыковых матчах с командой Тамбов. Так что вот такие вот расклады будут. Посмотрим. Во-первых, здесь не все зависит от соперников московского Динамо. Мы еще самим играть с московским Спартаком. Но у Спартака задача попасть на второе место в групповой этап Лиги Чемпионов. Взять серебряные медали. И пока на данный момент спартаковцы опережают ЦСКА на одну очко. Что касается армейцев, то они играют с Анжи. Ну и также мы сегодня будем следить за матчем России и Германии. Это юношеские сборные играют в Волгограде. Между прочим, пока сборная России проигрывает со счетом 0-2, это команда 2000 года рождения. Там идет 53-я минута встречи и пока что немцы сильнее. Также напоминаю, 925-4-2-93-2. Это номер наших мессенджеров Вайбер и Лотсап. Так что пишите. Так что пишите и также можете писать на смс-портал 5533 в начале сообщения слова «спорт». 13-е место «Динамовская» нам такое пишут. Уже посчитали, что невозможный вариант, при котором Рубин опустится в зону стыков. Но это и наш слушатель посчитали. В Волгоград много спартачей поехало. Билеты-то были куплены заранее. Сдать их решили максимум 50%. Остальные поехали. Я свои билеты сдал. Что за истерия вокруг Курска и Тосна? Они же гарантированно 6-й. И какого Курска и Тосна? Мы про финал Кубка России говорили. Чемпионство «Спартака» обсуждали неделями год назад. А мы накануне говорили о чемпионстве «Московского локомотива». Так что с вашими претензиями это все не серьезно. Согласен ли я, что «Спартак» плюнул волгоградских болельщиков и вынудил организаторов раздавать билеты бесплатно? Нет, конечно, не согласен. Почему волгоградских? Скорее всего, наверное, больше всего своих. Ну а я приветствую в этой студии Марию Терскую. У нас новости спорта. Маш, привет. Да, добрый вечер всем. Итак, расширенный состав сборной России по футболу на чемпионат мира 2018 года планируется объявить уже в ближайшую пятницу. Об этом заявил заместитель руководителя департамента по информационной политике РФС Игорь Владимиров. Ну а я напомню, что чемпионат мира впервые пройдет в нашей стране с 14 июня по 15 июля. Поэтому с нетерпением ждем пятницы, когда будет объявлен состав нашей сборной. Тем временем FIFA штрафовала Российский футбольный союз на 30 тысяч швейцарских франков за проявление дискриминации со стороны болельщиков во время товарищеского матча между национальными сборными России и Франции. Я напомню, что эта встреча проходила 27 марта в Санкт-Петербурге. Завершилась победой гостей со счетом 3-1. Ранее же сообщалось, что FIFA и РФС провели совместное расследование после информации об оскорблениях болельщиками игроков сборной Франции Поля Погба и Усмана Дембеле на расовой почве. Личность нарушителей были установлены правоохранительными органами. И по данным СМИ речь идет о семерых болельщиках, шестеро из которых будут наказаны в соответствии с действующим законодательством. Им также будет запрещен вход на матчи чемпионата мира по футболу, который состоится ближайшим летом. Но вот причастность седьмого фаната к российским выкрикам до конца не установлена. Возможно, у него еще и есть шансы посетить Мундиаль. УИФА на заседании в Киеве объявят города, которые станут хозяевами финальных матчей Еврокубков в 2020 году. Заседание пройдет в столице Украины 24 мая. Выбор городов-хозяев финальных матчей является первым пунктом в повестке этого заседания. Ну а также в нее входят утверждения расписания матчей финальной части Евро-2020, лицензирование клубов и новая редакция правил финансового Fairplay. Напомню, что на проведение финала Лиги чемпионов в 2020 году претендуют Лиссабон и Стамбул. Московский стадион «Динамо» борется за право провести финал женской Лиги чемпионов 2020 года с Веной и бельгийским Льежем. Ну а заявки на проведение финала Лиги Европы подали Порту и Польский Гданьск. За суперкубок УЕФА борются сразу 9 стран. Белоруссия, Финляндия, Франция, Албания, Израиль, Казахстан, Молдавия, Северная Ирландия и Португалия. Ну а что же касается Киева, где пройдет это заседание, то 26 мая этот город примет финал Лиги чемпионов, в котором встретятся испанский Реал и английский Атлетика. А финал Лиги Европы с участием английский Ливерпуль, конечно же, а не английский Атлетика. А вот финал Лиги Европы с участием испанского Атлетика и французского Марселя пройдет 16 мая в Лионе. Спасибо большое. Это были новости спорта от Марии Терской. Спорт.ФМ. 100% футбола. Ну а мы продолжаем. Программа 100% футбола на Спорт.ФМ. Приходит ваше сообщение. Просветите, если Авангард выиграет, он будет играть в Кубке в Лиге Европы. Да, уже не в Кубке Уэфа. В Кубке Уэфа он играть не будет. Непонятно, кто будет играть, кто не будет играть. Ну, насколько... Но Виляру Стамян в студии появился. Да, всем здравствуйте. Насколько я понимаю, шансы в случае победы. Потому что, напомню, что по регламенту РФС лишь победитель может сыграть в Лиге Европы. Так вот, шансов у Авангарда таких, скажем так, экономических, политических шансов больше у Авангарда, нежели у Тосна. Потому что вообще судьба Тосна вызывает вопросы. Потому что, насколько я понимаю, ближайшее лето будет лето, когда будет в России такая тенденция, как в США, в НХЛ или в МБА по переезду команд в разные города. Ну, что ты смеешься, Игорь? Динамо Санкт-Петербург уже почти чуть ли не официально переезжает в Сочи. Не знаю, будет называться Динамо Сочи команда, либо как-то иначе, просто Сочи. Сочи Тайгерс. Ну, неважно, да? Ну, раз тенденция НХЛ, должно быть что такое. Насколько мне известно, те же были мысли у руководителей Тосна. Тосна. Но они тоже думали о Сочи, но Сочи уже заняты Динамо. Все едут в Сочи. Да. Может быть, они, наверное, другой вариант найдут. Например, в Нижнем Новгороде, ну, в городах 10. Ну, в Великом Новгороде они уже играли. Да. Но в целом судьба Тосна вызывает большие вопросы. Большие вопросы. Ну, то, что они сыграют в финале, они молодцы. Может быть, победа в финале Кубка как-то взбодрит. Там же частный инвестор, там же владельцы-то не государственная компания, либо господи. Но вот у нас накануне был Андрей Созин. Очень уважаемый мой человек. Да. И он сказал, что Тосна – это мертворожденное дитя. Ну, ты понимаешь, в чем главный вопрос в этой истории? Что это был риск частных инвесторов. Они захотели в футбольную команду, не зная по каким причинам, политическим, либо экономическим. Может, они хотели с помощью футбола как-то о себе заявить. Либо просто блажь. Либо просто блажь, может быть. Но все надоедает. К тому же, может, мы обещали, что они будут зарабатывать на футболе, на продаже футболистов, условно. А в итоге это же гигантские расходы. Да, так смотри, что получается, Нобель. Мы сейчас все в один голос приводим в пример частный клуб «Краснодар». Как некий идеал финансовой модели. И говорим о том, что все команды, в конце концов, должны прийти вот к этому, быть частными. Но есть и обратные примеры. Ну, обратные примеры. Почему? Тосно. Ну, отчего проект Тосно не сложился? Как ты думаешь? Деньги кончились. Они могут также кончиться и у частных инвесторов. Мне кажется, вопрос Тосно немножко глубже. Потому что, ну, как-то люди не соизмерили свои возможности и амбиции. Потому что, ну, как правильно объяснить? Мне кажется, во-первых, Тосно, где вообще находится команда Тосно? Откуда она родом? А родом она из Тосно. Из Тосно. Ленинградской области. Да. Сколько населения в городе Тосно? Понятия не имею. Думаю, немного. Почему они играют не в Тосно, а в Санкт-Петербурге? Ну, потому что стадиона нет. Хорошо. Как думаешь, если бы для того, чтобы играть в РФПЛ, бюджет нужен был бы не миллиард рублей, да, как сейчас для многих команд. Миллиард рублей – это такая средняя, ну, средне-минимальная стоимость игры в РФПЛ, имеют это по бюджету. А, например, 300 миллионов или 400. Владельцы Тосно могли бы потянуть? Я думаю, скорее всего, да. Ну, потому что в два раза была бы разница. Ну, даже, может, где-то и в три. Да. Вот, что я имею в виду, понимаешь? Проблема в том, что у нас, к сожалению, понимаешь, таких, как Сергей Галецкий, найти невозможно больше, да, таких амбициозных, таких искренне любящих футбол, свой регион, свой город, свою команду. Это очень мало. Ну, я думаю, что их просто нет. Ну, как, ну, там почти, 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 нет, я имею в виду, от РФПЛ, как чемпион страны, получил почти 6 миллионов долларов. Ну, это мало. Так, конечно, мало. Бюджет Локомотива сколько? 5 миллиардов рублей. Есть разница? Ну, один из самых высоких в лиге. Ну, это все клубы касается, и молодежных команд, и стадиона, академии и так далее. То есть ты хочешь сказать, что надо просто соизмерять свои возможности? Конечно. И не прыгать выше головы? Конечно. То есть просто не должен был выходить? Почему не должен был выходить? Почему не должен был? Должен выходить. Просто я считаю, что главная проблема нашего футбола, и вот, мне кажется, тенденция сейчас ломается, что у нас чересчур, ну, они неадекватно, большие бюджеты клубов были, неадекватно большие, которые наполнялись в основном, в основном, просто деньгами, вот, ну... А зачем Тосно нужен... Кубок? Что Тосно? Нет, в Нижнем Новгороде, вот, условно говоря, почему нельзя поднимать местные команды, там, не знаю, там, я, олимпийцы есть сейчас. Нет, но там же вопрос в том, что Тосно с кем-то бы объединился, условно, но никому Тосно не нужен. Ты поддерживаешь, что Динамо Санкт-Петербург переезжает в Сочи? Почему? Ну, мне вообще непонятна эта тема, потому что если вы создаете команду в Санкт-Петербурге, сначала вы говорите о том, что, в общем-то, надо, ну, постепенно ломать эту тенденцию. Один город, одна команда. Не в том смысле, что это плохо, а в том смысле, что хорошо, если бы было дерби в Санкт-Петербурге, да? Потом эта команда вроде бы неплохо идет, творит сенсацию на кубок, выбивает зенит, кстати, между прочим, да? Идет наверху, борется чуть ли не за стыки, а сейчас переезжает в Сочи. СПОРТ-ФМ. СТО ПРОЦЕНТОВ ФУТБОЛА Продолжаем говорить о футболе на Спорт-ФМ. Нобеля Рустамяна Горькотманов. Так подняли мы тему, да, частных инвестиций. Нам уже сообщения приходят. Вот, здравствуйте. Увы, но в России совершенно не умеют зарабатывать на футболе. Вон, президент Крыльев не видит перспектив клуба без бюджетных вливаний. Им студион построили. Работайте с болельщиками. Заполняйте трибуны и зарабатывайте. Но Неджи работать не умеет. А заполняемость трибун, она даже если будет аншлаговая, она не покроет бюджет никоим образом. К сожалению. В общем-то, это, кстати, не только в России. В Катаре еще в 2011 году на каждом углу продавались сувениры Чемпионата мира по футболу. Понимаю, что в России мировых соревнований проводят больше, но сейчас, где и какие сувениры Чемпионата мира можно купить хотя бы даже в Москве? Ну, я встречаю. Я встречаю. Забивака. Вот, да. Так что есть сувениры. Россия 2018. Чемпионат мира. Ты ждешь, Игорь? У меня поскромнее. У меня собачка в очках. Это забивака. Какая-то собачка в очках. Это волк, во-первых. Ну, пускай. Во-первых. А, во-вторых, это забивака. Талисман Чемпионата мира, дорогой мой. Хорошо. Дорогой мой, Игорь. Да, я жду. Готовься к Мундиалю. Я уже готов. Пока мы готовимся к Кубку России по футболу, вот к нам в эфир из Волгограда выходил Алексей Лебедев. Золин? Алексей Лебедев. Алексей Золин здесь у нас. На месте? Да. На посту? Да. И Леша Лебедев сказал, что на его взгляд все-таки курский авангард небольшой фаворит, потому что если бы Тосно уже вылетел, то это как гора с плеч, да, они бы были злые перед финалом. А сейчас у них как бы сознание еще раздваивается или нет? Или это не важный фактор, на твой взгляд? Да, мне кажется, не важно. Мне кажется, тут уже вопрос просто поднять это головой кубок. Я еще раз подчеркнул, что Тосно, по-моему, завершает свое путешествие в РФП Луш точно. У них сейчас ровное количество очков. Знаешь, с кем? Ну, с Анжи. С Анжи. А с кем играет Тосно в последнем туре? По-моему, с Уфой на улице. С Уфой. Ты все знаешь, Игорь, ты молодец. А Анжи с кем играет на выезде? С ЦСКА. С ЦСКА. С ЦСКА борется со Спартаком, пусть заочно, но за второе место. А с кем играет? С московским Динамо. Но здесь, кстати говоря, у Динамо есть-то уникальные шансы оказаться в таковых матчах, да? Да. Если у пяти команд будет по 37 очков, у Урала, Динамо, Рубина, Ростова и Амкара, то на пятом месте окажется Динамо. Да, кстати, Рубин уже никак не попадет в стыки, так что мы убрали его с голосования, тут слушатели возмущались. Представляешь? Были правы, да. Представляешь, Игорь, Динамо с таковых матчей. И туда, и туда Динамо отправит в Спартак, как это будет красиво. Ну, не красиво, а киношно. С точки зрения Нобеля Ростова. Нет, это будет некрасиво, но это будет киношно, согласись? Я вообще поражаюсь тому факту, наверное, только такая команда, как Динамо, уникальная в своей невезучести. Почему невезучести? Проклятости. Может с 37 очками вылететь? 37 очков. 30 очков. В прошлом году Анжи никуда, никакие стыки не попал. Остался напрямую. До этого, по-моему, Уфа не попала в стыковой матч в позапрошлом сезоне, имея 27 очков. То есть 37 очков, по сути, это во всех чемпионатах России была гарантия. Но только такой уникальный клуб, как Динамо, может 37 очками. Подожди, но не только Динамо, еще есть Урал. Не, ну вот если вот... Еще есть Рубин. Ну, Рубин, нет, Ростов. Ростов, Ростов, Амгар. Ну вот, понимаешь, а если... Амгар с кем играет в завершающем туре? Ну, с кем-то из... С Ахматов, кстати говоря. Ахмат уже обеспечил себе все. Ростов. Ростов играет с Уралом. Вот будет мочище. Вот будет мочище за то, чтобы избежать стыковых матчей. Представляешь? Ну, соответственно, все. Ростов обыгрывает Урал. Динамо проигрывает Спартаку. Амгар выигрывает у Ахмата. Все, Динамо в стыковых матчах. Ох, Игорь. Ну, будут играть с Тамбовым. Ты поедешь в Тамбов? Наверное, да. Мне интересно, как кандидаты в сборную России, люди из расширенного списка, Рауш, Дашаев. Пока еще его не объявили. Вместо того, чтобы готовиться к чемпионату мира, они еще отправятся в Тамбов. Ну, еще список не объявили, подожди. Ну, да. Официально пока не объявили. Официально пока не объявили. Ну, в общем, все решится в последнем туре. Мы сейчас ждем пока что финала Кубка. Кстати, любопытная ситуация не только в России складывается, но и в Англии. В нижней части турнирной таблицы. И мы приветствуем нашего англофила. Англофила или просто фила? Фила Англофила, ведущего Спорт.ФМ, комментатора Матч.ТВ. Фил, привет. Привет. А все, да, мы закончили обсуждать? Филипп Кудрявцев. Не-не, здесь есть мнение по Динамо. Если есть мнение по Динамо, мы выслушаем. Давай по Динамо поговорим. О Динамо. А ты слышал, о чем мы говорили, да? Я нет, не слышал. Так что, Динамо будет в переходных матчах, Филипп? Ну, я не знаю. Но у Динамо, как мне кажется, там, по-моему, беспроигрышный вариант, если не выигрывает Урал, да? Ну, там должно, не, подожди, там должно совпасть вообще несколько факторов. Там должны пять команд набрать по 37 очков. То есть должен выиграть Ростов, должен выиграть Краснодар, во-первых, у Рубина, должен выиграть Амкар у Ахмата, ну, в этом я практически уверен, и Спартак должен выиграть у Динамо. А Анжи тоже должен был тогда выиграть у Ахмата, нет? Нет, Ахмата у Анжи должен был выиграть, и что он и сделал. Филипп, твое мнение о матче Спартак-Динамо. Вот будь любезен, пожалуйста, в двух словах. Мне очень понравилась афиша, где написано, афиша динамовская, где написано, Динамо едет на шашлыки или как-то так. Да, да, да. В преддверии этого матча. Как бы Динамо не отправится на шашлыки в Тамбов. Ну, и что? Неделю спустя. Ну, так большая вероятность, на твой взгляд? Нет, я думаю, что вероятность не большая, потому что не все зависит от Динамо. Но Спартак должен выиграть, ну, как мне это представляется. Почему это? Должен, прям. А почему он должен выиграть? А почему, например, Динамо не должно сыграть в ничью хотя бы? Или обыграть Спартак на открытии арены? Кстати, Олег Иванович Романцев это, между прочим, уже делал в тот момент, когда Динамо вылетает. Ну, Иванович, ты вспомни, вспомни, вспомни момент, когда Динамо вот должно было выигрывать в Спартака или хотя бы брать ничью. Все вот эти вот последние подвиги, это же не благодаря, а вопреки. Ну, и сейчас вопреки. В том числе и матч первого круга. Ну, и сейчас вопреки. Вопреки, но, значит, никто не должен будет это делать, а просто так может сложиться. Не знаю, мне кажется, последний тур, мне кажется, футболисты пришли в себя в Спартак и уже понимают свою новую мотивацию. Выиграть один матч, чтобы быть вторым и выйти в Лигу Чемпионов напрямую, плюс будет полный стадион. Выкуплено уже пару дней как. Так что, мне кажется, фактор в за Спартак гораздо больше. Я боюсь Александра Ташаева только. Вот, его опасаюсь. А мне кажется, что как раз-таки победа ЦСКА над Анжи выглядит куда более реальной, чем победа Спартака над Динамо. То есть ты ставишь ЦСКА на второе место в этом заочном противостоянии? Нет, я боюсь делать прогнозы, но, в принципе, то, что ЦСКА выиграть, я уверен. Нет, ну, я тоже думаю, что ЦСКА Анжи это будет примерно как ЦСКА Тула. У меня тоже есть такое ощущение. То есть крупная победа ЦСКА. Но, не отменяя то, что у Спартака изначально позиция более выигрышная. Ну да, на одну очку они опережают ЦСКА. Ладно, мы же тебе по Англии позвонили все-таки, потому что там заруба, в том числе и в нижней части турнирной таблицы, Суанси против Саутгемптона. Это практически как последний тур в чемпионате России, потому что и у тех, и у других по 33 очка. Ну, там просто есть только те и другие. По сути, они между собой сейчас решают, что там. А на самом деле самое крутое, что происходило в последнее время в зоне вылет, это Ват Промыч, который уволил второго тренера в течение сезона, и сейчас в исполняющем обязанности Дарреном Муром выиграл, по-моему, три матча из последних пяти, да, и остальные два сыграл в ничью, и они там сначала им везли все 10 очков, сейчас им осталось два до зоны выживания, то есть при определенных раскладах, там, конечно, какие-то совершенно дитие расклады. То есть Ват Промыч может теоретически остаться? Теоретически Ват Промыч должен остаться, может остаться, даже при своих неудачах. Но Салгентон и Смонти, конечно, тут вопрос, они хотят выяснить не за собой, да, если Салгентон побеждает, то перед последним туром у команды практически, да, практически наверняка. А, ну все, да, если Салгентон побеждает, то все, то это без вариантов, у них лучше разница в обедах пропущенных мячей, потому что. Что касается расходов перед этим матчем, там же очень интересная история, сейчас Салгентон играет на выезде, они приехали в Южный Уэльс уже накануне, вчера вечером, и знаешь, что оказалось? Оказалось, что броня гостиницы, в которой они бронировали 40 номеров, каким-то образом эти брони аннулировало, ну или как-то эта броня до них не дошла. Поэтому с Салгентоном пришлось разворачиваться, искать в срочном порядке новое место ночлега, и они поселились где-то там в части езды от Свонси, и, ну, конечно, никакой официальной информации на этот счет нет, но, в общем, в Салгентоне подозревают, что все это произошло не без участия принимающейся страны. Ну и что в итоге? Ты за кого? За Салгентон или за Свонси? Я за Салгентон как за футболистов, я за Свонси как за тренера, потому что португалец Каравальял, когда пришел в клуб, он был, по сути, Весбромвичем, да, в плане отставания от остальных, и действительно Свонси оказался безнадежным вариантом. Но там такой очень яркий португалец, очень классный мотиватор, который пришел, первое, что он сделал, произнес торжественную речь о важности огня в глазах и борьбы друг за друга каждую минуту, ну, в общем, это довольно банальные слова, но футболисты описывали так, что вот они их как будто первый раз слышали. И, в общем, с этого момента так все и понеслось, они Ливерпуля обыграли, и вот пошло, 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 очень много было у них побед, а вот сейчас в последнее время действительно Сонси сдал, и мне казалось, что в прошлом туре был матч против абсолютно димутированного Бормута, когда нужно было решать вопрос, если не решать, то, по крайней мере, очень близко подойти к решению, потому что тогда Свонси уже перед Сауфгентом выглядел явным фаворитом, они проиграли 0-1 на своем поле, и вот этот момент меня, если честно, очень сильно настораживает, что в таком матче, в котором тебе необходимо убрать очки, а не на своем, на чужом, но это не меняет особо дело, Свонси проигрывает и не забивает, вообще Свонси не забивает в последних трех матчах, но до этого у них были Сити и Челси в соперниках. Вот, команда не выигрывает уже с 3-го марта, поэтому, если честно, я вижу здесь фаворитом Сауфгентом, который еще и руководством мегаопытного Марка Хьюза, этот человек не вылетает, и вылетать не должен просто вот из-за своего статуса, из-за своей репутации. Поэтому мне кажется, что здесь, конечно, в пользу Сауфгентом, вернее, в пользу Свонси, скорее только, наверное, свои трибуны, со Сауфгентом все остальное, они набрали очень хороший ход. Филипп, а борьба от Челси за место в Лиге Чемпионов, она на новый уровень вышла, или ты по-прежнему считаешь, что Челси останется без главного турнира европейского? Ну, опять-таки, это вопрос, который зависит в большей степени не от Челси, а от Тоттенхэма. Ну, смотри, Челси играет с Хаддерсфилдом и с Ньюкаслом, да. А Тоттенхэм с Ньюкаслом и с Лестером. И с Лестером. Команда, которая... Тоттенхэм играет оба матча дома, если я не ошибаюсь. Сейчас я тебе точно скажу, да, оба матча дома, но, в принципе, вот этим командам, соперникам ничего не надо. Так, не надо. Если только Хаддерсфилду надо, я не знаю, 36 очков у них. Хаддерсфилду у них плохая разница в зависимости пропущенных мячей, и она чисто теоретически, конечно, их может опустить, если с Фонси и Салгентом выиграть оставшиеся два матча. Но Хаддерсфилд сейчас очень изнурен, потому что у них график на финише, если ты посмотришь расписание Хаддерсфилда, у них был приличный довольно запас очков, и они в последних трех турах играют в Сити, Селси и Арсеналом. И до этого еще был Эвертон. Да, то есть они набрали одну очко в Сити, это, конечно, очень важно, но, мне кажется, оно довольствием очень большим трудом. В общем, я не об этом. Конечно, Тоттенхэм должен выиграть два последних матча. Команда больше не участвует ни в одном турнире. И для того, чтобы войти в четверку, участвовать на следующий год в Лиге Чемпионов, после всех этих разговоров на протяжении сезона, о том, что команда выбралась на новый уровень, о том, что Маурисио Почеттино сделал качественный шаг вперед, о разговорах о переходе Харри Кейна и его же самого Почеттино в мадридский Реал, чтобы сейчас взять и так бездарно вылететь из этой четверки, когда все от тебя зависит, когда осталось два домашних матча против середняка и аутсайдера. Но это надо быть, не знаю, полным неудачником. Поэтому мне очень нравится, что Челси не бросил играть, четыре последние победы. Этому хорошее подтверждение. Но этот сезон был проигран, конечно, раньше. Я не смею, что Челси выиграет два последних матча, но Тоганхам их тоже должен выиграть. Спасибо большое. Это был Филипп Кудрявцев, комментатор Матч ТВ и ведущий Спорт.ФМ. Поговорили мы о ситуации в Англии. Спорт.ФМ. Сто процентов футбола. Вы из студии Мария Терская. Новости спорта у нас. Маш, слушай внимательно. Еще раз добрый вечер. Начинаем с футбола. Победитель Кубка России получит 6 миллионов рублей, а финалист 3 миллиона рублей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза. Напомню, что решающий матч турнира, в котором встретятся Тосны из Ленинградской области и клуб футбольной национальной лиги «Авангард» из Курска, пройдет на построенной к чемпионату мира Волгоград-арене в среду 9 мая. Начнется он в 19 часов по московскому времени. И на Спорт.ФМ будем пристально за этим матчем следить. На чемпионате мира по хоккею в эти минуты проходят две встречи. Сборная Австрии встречается с командой Словакии и уступает соперникам со счетом 1-3 после второго периода. Второй период завершился и в матче между Южной Кореей и Латвией. Здесь Южная Корея проигрывает со счетом 0-3. В 21-15 еще две встречи на мировом первенстве. Чехия, Швейцария и Финляндия, Норвегия. Ну а я напомню, что следующим соперником сборной России, которая накануне разгромила команду Белоруссии, со счетом 6-0, будет как раз таки сборная Чехии. Все утверждают, что это первый серьезный соперник. И ждать таких разгромных счетов, как в трех предыдущих матчах, от нашей команды завтра не стоит. Россианин Евгений Донской пробился второй круг теннисного турнира серии Мастерса в Мадриде. Призовой фонд превышает 6 миллионов евро. В матче первого раунда россиянин переиграл грека Стефаноса Цицыпаса со счетом 5-7, 6-4, 7-6. Эта встреча продолжалась 2 часа 41 минуту. Ну и во втором раунде турнира Донской сыграет со второй ракеткой соревнований Александром Зверевым, который выступает за Германию. Международная федерация автоспорта тем временем отказалась пересматривать штрафа в три места на старте гонки Гран-при Испании Формулы-1, который был наложен на российского пилота Уильямса Сергея Сироткина. Он был оштрафован за инцидент на первом круге гонки Гран-при Азербайджана, которая прошла 29 апреля. Тогда россиянин врезался в болид ехавшего впереди него пилота Форс Индии Серхио Переса и более того стал участником столкновения с Фернандо Алонсо и Ника Хюлькенбергом. Ранее во вторник руководство команды Сироткина отправило в ФИА запрос на пересмотр вердикта, но этот самый запрос был отклонен, поскольку судьи ФИА единогласно решили, что Уильямс не предоставил никаких новых материалов по обстоятельствам, которые могут повлиять на первоначальное решение этой организации. Что же касается Гран-при Испании, то оно состоится с 11 по 13 мая, то есть уже в ближайшие выходные. Спасибо большое. Это были новости спорта с Марией Терской. Спорт-ФМ. Будь первым. Ну а мы, Нобеля Рустамян, Игорь Катманов, продолжаем разговор о футболе. И к нам присоединяется Максим Лисовой, потому что Кубок Франции, финал, скромная команда из третьей лиги, Ле-Эрбие играет с Пари Сен-Жермен 22.05 по московскому времени. Пройдет эта встреча и слово ведущему матч, ведущему Спорт-ФМ Максиму Лисовому. Сегодня уникальнейшее абсолютно событие. Одно уникальное событие в этом розыгрыше Кубка Франции уже произошло с месяца назад, да, чуть поменьше, когда в полуфинале сошлись два клуба третьего дивизиона. Об этом мы в эфире Спорт-ФМ подробненько уже говорили. Но вот сегодня еще одно уникальное событие. Семпион Франции, один из европейских, да и мировых грандов, сыграет с клубом, который еще не гарантировал вызывание третьем французском дивизионе. Лес-Рбье, это небольшая гиревушка, по сути дела, пригорит. Нам-то и вот оттуда местный коллектив. Он пока еще борется за вызывание в третьем дивизионе и сегодня сыграет на Стат-де-Франц в Париже против местного коллектива. Первый такой пунктик, который в преддверии этого матча хотелось бы выделить, это опять-таки уникальная история. По всей видимости, сегодня Стат-де-Франц, парийский стадион, будет не домашним стадионом для Пари Сен-Жермен. За Лес-Рбье едет болеть, ну вот, вся область, вся провинция, весь нам, вся, соответственно, вот эта метрополия, куда входит как раз-таки Лес-Рбье. И по таким предварительным оценкам болельщиков непосредственно Лес-Рбье на сегодняшнем финале будет просто элементарно больше, чем фанатов Пари Сен-Жермен. Вторая история, ну, я думаю, что как-то, знаете, напрямую, и так, если откровенно говорить, интриги в этом матче, ну, нету ровным счетом никакой. Ей там даже не пахло, она там и не валялась, любые другие штампованные выражения можно употреблять, естественно, Париж победит. Но вот два вопроса в отношении этого матча. Насколько сильно Париж приложит этих самых перемык из третьего французского дивизиона и пропустит ли Париж? Есть довольно интересная статистика по этому розыгрышу Кубка Франц. Вот всех команд Париж обязательно пропускал. Есть такое ощущение, и, разумеется, и букмекеры тоже потирают ладоски в преддверии этого матча, и чуть ли не главная интрига вот этого противостояния. Шму, Уркли, все-таки профессионалы, забить ворота Париза. Я думаю, что это очень круто, и атмосфера сегодня будет очень крутой. Ну, и вот эта вот такая притянутая залоза, конечно, но и искусственная интрига, но она тоже, согласитесь, друзья, выглядит как-то очень так нясно в преддверии вот этого весьма необычного, я бы даже сказал, что уникального матча. Это был ведущий Спорт.ФМ Максим Лисовой. Лербье Париж в 22.05 по московскому времени сегодня пройдет финал Кубка Франции. Ну, и будем надеяться, что атмосфера на Болгограде будет такая же праздничная, суперская, как и... Там же все билеты уже реализованы, а не бесплатно. А что, Игорь? Такое решение было. Российского футбольного союза. Я считаю, что это... Ну, это ненормально. Это бьет по имиджу, по престижу финала. Ну, почему угодно. Да? Ну, конечно. Ну, хотя бы за 100 рублей, ну, хотя бы символическую сумму надо заплатить за билет. Все-таки это финал Кубка. Это не матч, не знаю, ветеранов. Это даже не юношеские сборные. Вот как сейчас Товарняк проходит в Волгограде, да? Сборных России и Германии. Это все-таки финал Кубка России. Ну, согласись, это вывезли. Алексей Лебедев на тыгре? Да. Даже Алексей Лебедев поехал. Это уже говорит... О престиже турнира. О престиже турнира. И матчи сегодняшний. Ну, ладно, мы тогда прервемся ненадолго. Ну, а для Рустамяна, Игорь Катманов. В первой части программы говорили мы о финале Кубка России. Говорили о возможных раскладах, да, в нижней части турнирной таблицы в чемпионате России. И поговорили и о верхней части турнирной таблицы, где ясно, главное, то, что Локомотив чемпион. Вчера долго мы обсуждали. Ну, в общем, наверное, говорить о том... Или задавать вопрос о том, заслуженно или не заслуженно чемпионство Локомотива, это не совсем корректно. Потому что у команды больше всех набранных очков. И, в общем-то, по сезону команда Юрия Семина, она прошла ровнее всех. Ну, не, во-первых, и в главных, надо поздравить Юрия Павловича, Локомотив, руководство клубов, футболистов, главное, болельщиков с этим историческим достижением. Потому что это, безусловно, большое событие для Локу. Для, ну, я думаю, что для всех тех, кто причастен к этому клубу. Потому что Локомотив не был в начале турнира фаворитом. Локомотив стал фаворитом, наверное, только к концу осенней части, когда оторвался на 8 очков от конкурентов. И многие... И то залихорадило, да? Да, многие ведь не верили, вот сейчас весной, когда Локомотив стал очки терять регулярно, что Локу добьются этого успеха. Но вот добились, молодцы. Причем в матче против Зенита, что главное. Да. Самое главное для Локомотива, что это такой важный шаг. Понятно, что Локомотив нынешний, он вряд ли может в нынешнем виде стать еще сильнее. Потому что, на мой взгляд, эта история очень красива для Фернандеша, для Фарфана, для других, для Денисова. Но все они довольно возрастные игроки. Да, но придут Руи Диас, как уже сказал Юрий Павлович, все время другие игроки сборной. Да, кстати, я об этом говорил в декабре еще. Мы сейчас еще о других слухах поговорим. Поэтому надо развиваться. Локомотив будет играть в лиге чемпионов. Champions League. Champions League. Кстати, как, скорее всего, ЦСКА со Спартаком. Ну, Спартак 100%. ЦСКА, ну, вряд ли он проиграет Анжи. Ну, там еще квалификация. Причем новая будет квалификация. Вопрос, кто будет в квалификации? Ну, да. Спартак или ЦСКА? Ну, скорее всего, видимо, ЦСКА. Динамо вряд ли обыграет Спартак. Или сыграет ничью. Или все же сыграет. Ну, я не исключаю такого варианта. Понятно, что Спартак фаворит безоговорочный. Но я не исключаю варианта. Сыграли же вы в первом круге в ничью. Сыграли. При полном преимуществе, кстати, если вспомнить Спартака, да, по игре. Ну, там такая рваная получилась игра. Казалось бы, вот сейчас Спартак все может выиграть крупно. А потом уже куда-то резко делось у Спартака. Ну, давай сейчас мы отправимся в Волгоград. Правда, не на финал Кубка России, который пройдет завтра. Там завершился товарищеский матч юношеских сборных России и Германии. К сожалению, наша команда проиграла со счетом 1-3. Обо всех подробностях сейчас, что сопутствовало этот матч, мы узнаем у нашего корреспондента Никиты Павлова. Никит, привет. Ноби Лига, привет. Сегодня вообще была большая программа намечена для юных футболистов сборной России и сборной Германии. Сюда приехало все руководство РФС. Приехало сюда и руководство Немецкого футбольного союза. Днем было возложение цветов на Мумаевом Кургане. Футболистам юным провели экскурсию. Показали и новый стадион, и показали город, в общем-то. А непосредственно вот только что закончился матч. На нем присутствовало, я думаю, где-то 3500 человек. Стадион вмещает столько людей, билетов было недостатки, не продавались по 100 рублей. В отличие, кстати, от завтрашнего матча, где билеты были бесплатно, сюда в основном за 100 рублей можно было купить билет, либо часть распределялась по школам, детско-юношеским футбольным школам. Поэтому вот футболисты юные тоже сегодня пришли. По атмосфере хотелось бы сказать, что вот не хватало какого-то активного боления на трибунах. Было видно, что люди пришли, те, которые футбол, наверное, чаще смотрят по телевизору, но при этом разбираются в футболе. И вот не хватало, может быть, какого-то человека заряжающего, или, может быть, какого-нибудь местного Витька, наподобие того, что и был в Мордовии, который бы здесь вел команды вперед. Не понравилось, что, несмотря на такую праздничную атмосферу, было очень много полиции, непонятные вот эти казачьи отряды патрулировали здесь везде вокруг. Как-то это так давило. Ну, я вообще не любитель вот этого огромного количества полицейских. И тут они были вообще неуместны, потому что все были трезвы, очень много было детей, и вот это как-то, ну, мне, если честно, было неприятно. Если говорить об игре конкретно, то, к сожалению, нужно констатировать, что вот на этом юношеском уровне, молодежном, наверное, у нас еще больше провал между нами и сборной Германии, чем на взрослом, потому что счет матча 3-1, но при этом у сборной Германии было еще две штанги, одна крестовина, ну и огромное количество нереализованных моментов. У нас единственный, наверное, кто мне понравился, это Гамита Галаров из воспитанник школы Анжи. Он забил сегодня гол и в целом был активен на поле. Но нужно сказать, что немцы в конце, может быть, даже немного издевались над нашими. Там рабоны уже пошли, причем они были такими нацеленными, и это не было вот что ради шоу было сделано. То есть действительно ребята играют в футбол, и меня больше всего, наверное, счастливил Николас Кюн. Я посмотрел его профиль, у него даже в транспорт-марске уже стоит транспортная стоимость, 225 тысяч фунтов стерлингов он оценивает. И парень, конечно же, здесь давал жару, забил два гола, причем на абсолютно разный вкус. Однажды перекинул вратаря, причем с метров, так, наверное, 17, и просто подкараулил выход нашего голкипера. А второй гол тоже забил дальним ударом, но уже таким мощным, и в нижнюю девятку влетел гол. Но вообще, в целом, атмосфера была хорошая, и, наверное, счет матча здесь не так важен. Важно, что вот эта атмосфера дружеского какого-то футбола между нашей сборной и между сборной Германии, она царила. И понятно, что в месте, в котором я сейчас нахожусь, в Волгограде, вот эти какие-то узы между странами, они здесь особо важны. И, в общем, атмосфера была интересная, еще раз скажу, но футбол наши футболисты показали не очень. Ну, то есть атмосфера футбольная в Волгограде в преддверии финала Кубка России. Я пообщался с болельщиками и вот как раз-таки спрашивал по поводу тех же бесплатных билетов. И мне человек, который купил билеты за 100 рублей, сказал, что он отправил свою жену получать бесплатные билеты, она, чтобы его получить, простояло два часа в очереди, которая там была организована специальными сайтами, которые, ну вот, продают билеты, но там они их раздавали. Там вот была очередь, и люди два часа стояли, чтобы получить билеты. Я... Очень любят у нас, все бесплатно, просто обожаю. Готовы даже три часа стоять, зато вот бесплатно. Вот не 200 рублей заплатить и 15 минут постоять, а три часа, но бесплатно. Да, но это странно, я тоже как бы немного замучался, но мне говорили, что здесь, ну, по крайней мере, с тем, с кем я общался, понятно, что сегодня сюда, наверное, и пришли люди не за халявой, а чтобы действительно посмотреть футбол. И вот эта публика, которая здесь собралась, говорила, что они вот как раз-таки не за халявой стояли, а хотят посмотреть футбол, посмотреть новый стадион, и что здесь, ну, например, в Нижнем Новгороде, где я был позавчера, там, конечно же, чувствовалось, что для людей футбол в диковинку, а здесь как раз-таки вот были люди, которые разбираются в футболе, и они очень надеются, что появление вот этого нового стадиона поможет как-то вывести из спячки область. И давно здесь нет уже футбола, но при этом ребята, с которыми я общался, они, видно, что в футболе разбираются, следят за ним, и 9 мая завтра, то бишь, собираются пойти на футбол и посмотреть матч финала Кубка России. Хотя последнее я скажу, что какой-то рекламы и вообще того, что здесь скоро пройдет финал Кубка России, не чувствуется. Очень чувствуется, что скоро пройдет 9 мая, все ходят в пилотках, все ходят в Георгиевские ленточках, дети ходят к памятникам и там специальные такие травмные мероприятия проходят. Но вот Кубком России здесь не пахнет, хотя вот пообщался с болельщиками, и вот те, кто интересуется футболом, они завтра собираются идти на стадион. Спасибо большое, Никита. Я напомню, что это был Никита Павлов, который находится в Волгограде. Там в товарищеской встрече сборная России, юношеская сборная России проиграла Германия со счетом 1-3. Ну и завтра там же пройдет финал Кубка России по футболу Курский авангард против Тосна из Ленинградской области. Спорт-ФМ. Будь первым. Ну, конечно, важен. Ну, конечно, важен Кубок Италии. Ивентус не сумел дойти до главного матча своего в этом году, до матча в Киеве, финала Лиги Чемпионов, потому что это была цель, это была задача, это была мечта для Юви, они смогли. Значит, очевидно, что для Ивентуса все трофеи ключевые и обыграть в финале Милан всегда приятно. Но, правда, надо что-то сделать, не факт, что это будет легко, а, скорее, даже будет сложно, я почти не сомневаюсь. Ну, а у нас на прямой связи эксперт по итальянскому футболу Андрей Лаврентьев, который как раз в Италии находится. Интервью. Андрей, привет. Ну, а тебя хотелось бы спросить о шансах Милана все-таки на победу в финале. Андрей, здравствуй. Добрый вечер. Как настроение у болельщиков Милана в преддверии такого важного матча, как игра против Ювентуса? Ну, настроение боевое, потому что в субботу была игра с Вероной, которая завершилась победой Милана, и которая завершилась скандированием болельщиков с Миланом, что они хотят Кубок Италии. И вообще пора этот трофей выиграть. Футболисты это все слышали, после матчевых интервью комментировали, говорили, что мы понимаем, что Кубок Италии, кто же его не хочет. Поэтому Танадель был абсолютно прав, что его хочет Ювентус, его хочет и Милан. Да, команда играли в позапрошлом году в финале Кубка, и тогда был очень упорный матч, интересный матч. Тогда лишь в дополнительное, если не ошибаюсь, время забил Мурата. Да. И тогда выиграл Ювентус 1-0. Ну, а что касается Милана, с точки зрения, ну, не формы, а именно расклада, на твой взгляд, насколько шансы равны, все же как-никак, Ювентус, команда, которая три года подряд выигрывает титул, причем и Кубок, и чемпионат? Ну, знаешь, на самом деле, наверное, обе команды не в оптимальном состоянии подходят к этой игре. У Ювентуса шансов больше, об этом говорят и букмекеры в Италии, которые на победу Ювентуса дают, в общем-то, достаточно скромный, там, 80 примерно коэффициент против 4,60 победы Милана. Это все про основное время мы говорим. У Ювентуса есть футболист, который находится в суперформе, это Дуглас Коста. И вот именно этот футболист, я думаю, делает Ювентус экстра-фаворитом, скажем так. Ювентус сильнее, поскольку выиграл пасы командов подряд. Ювентус может выиграть четвертый подряд Кубок Италии. С точки зрения составов, естественно, Ювентус сильнее и в последней игре чемпионата, когда эти команды встречались между собой, именно скамейка Ювентуса сыграла решающую роль. У Милана, к сожалению, на данный момент игрока, который мог бы повезти за собой, нет. Возможно, Челхан Аглу, это, наверное, единственная надежда болельщиков Милана, футболист, который может создать креатив, создать напряженность у чужих ворот. Андрей, а вот что произошло с Челхан Аглу? Потому что до прихода Гатуза, по-моему, его в основном только ругали, да? Да, но футболист не играл, по-моему, 8 месяцев, если не ошибаюсь. То есть был перерыв, в этот перерыв не было никаких ни чемпионатов, ни Европы, ни мира, ни молодежных. То есть, в общем, у футболиста не было игровой практики. Естественно, переходить в другой чемпионат, тем более, в такой сложный, как итальянский, после такого длительного простоя, в новой команде, которая только сформировалась, по сути, летом. То есть нельзя пребывать, это людей невозможно. Я думаю, что Челхан Аглу вышел на тот уровень игры, который от него ждали, когда его приобретали. А если говорить о еще, мне кажется, важных новостях Милана, насколько я понимаю, Милан получил лицензию от UEFA на будущий год, теперь точно сыграет в Лиге Европы, но если туда пробьется, а, видимо, пробьется в любом случае, потому что Милан уже в финале Кубка. Насколько я понимаю, в Милан приехал на прошлой неделе президент клуба из Китая, Ли, ну, фамилия очень сложная, не могу ее так легко произносить. Йон Хонг Ли. Да, я просто Ли называю так, чтобы не углубляться в эти детали. И он приехал, как всегда, с полными карманами, ну, не денег, а амбиций. Вот расскажи, пожалуйста, о том, насколько это так увлекло болельщиков Милана, потому что, конечно, под последние полгода они позволяют, Милан надеются на, как минимум, возвращение в Лигу чемпионов в будущем году. Пятая напрямую, по-моему. Нет, вот так же, вот специально сегодня этот вопрос... А, да, правильно, правильно, да. Если пятое и шестое, тогда будет напрямую, а седьмое будет играть, да, но много квалификаций. И теперь на седьмое место, во-первых, его еще надо занять, потому что Ферентиной высот затылок, а Милану как раз осталось две игры в чемпионате, с Талантой и Ферентиной. С конкурентами. А, во-вторых, да, с прямыми конкурентами. И здесь момент такой, что даже если Милан играет, допустим, нечу, с Талантой, то тут непонятно, да, то ли играть на ничью с Ферентиной, седьмое место, опять не у всех турне и денег играть в квалификации в Лиге Европы, то ли пытаться играть на победу. То есть, в общем, у Милана завтра разыгрывается очень многое, да, то есть не только трофей, но и перспективы следующего года, перспективы подготовки к следующему сезону. Казательно денег там тоже, в общем, пока не все ясно, потому что, ну, то, что Милан устраняет от Еврокубков, такой вариант, по сути, никто не рассматривал. А вот то, что у Милана может быть ограниченная трансферная кампания, это по-прежнему вероятно. И, естественно, боссы Милана надеются на то, что Милану удастся убедить УЕФА, что будет продан один из лидеров. Возможно, это будет донорома. Сегодня об этом очень много говорят, что Париж-Сан-Германа уже практически стоит у дверей. Вот, но это также может быть и с Уфа. Но тогда Милан приведет свой финансовый порядок и, возможно, реализовав несколько других игроков, может купить нападающего, который Милану крошкать необходимо. Например, Марио Маджукича. Может быть, Марио Маджукича, может быть, Эдина Джекла. То есть тут имен очень много, которые сейчас таркулируют. Но, естественно, это все пока такое Санта-Кальчо, как его здесь в Италии называют. То есть до того момента, как будет понятно, кто на рынке есть, а это, наверное, в разгаре чемпионата мира будет и какие возможности есть. До этого, наверное, можно только предполагать. Вряд ли можно о чем-то говорить серьезно. Андрей Нобель, а скажите мне, пожалуйста, откуда появляются, во всяком случае, в России такие странные новости по поводу возможного возвращения Массимо Каррера в Италию? Насколько это фантастично? И какого уровня это фантастика? Это фантастика на третьем этаже, мне кажется. Да? Не знаю, Андрей Саваевский или нет, но я просто, наверное, настолько невероятно, это может быть, знаешь, действительно, ну, столько должно всего совпасть. И Вентус, ну, просто должен кто-то, я не знаю, что-то сделать с Аньели, чтобы он это решение принял. Нет, нет, по поводу Вентуса, конечно, это совершенно невероятно, но, в принципе, нельзя же исключать, что Каррера вернется не в Вентус, а в другой. Нет, это вполне реально. Это вполне реально. Не, Андрей, это реально в другой клуб. Я говорю про Вентус, который все же сейчас... Нет, нет. В Вентус, конечно, это абсолютно нереально, но, на самом деле, вот мы неделю назад в программе говорили об этом, и, естественно, путь в Вентус, он лежит не напрямую из Спартака, он лежит через любую команду, там, с 5-го, 50-е место итальянского чемпионата в случае позитивных результатов. Что касается Вентуса, то сегодня просто кинодезда в, значит, все новости из Мадрида рассматриваются относительно того, что Зинудин Зидан, хоть и почти трехкратный победитель Лиги чемпионов, но в чемпионате остался слишком далеко, и вроде какие-то мадридисты этим недовольны, и вполне возможно. Вот, скажем так, поменять Олегрина Зидана, вот мне кажется, это сейчас, я не знаю, черно-белый или какого цвета мечта болельщиков в Ювентусе. Ну, подожди, я как болельщик в Ювентусе могу сказать, что, ну, опять-таки, мое мнение, моя интуиция мне подсказывает, что Олегри останется еще на один сезон в Ювентусе. Я думаю, что... А какая у него мотивация? Вот мы об этом говорили. Вот какая у него мотивация сейчас, если тем более он выиграет очередной Кубок Италии, оставаться еще на один сезон в Ювентусе? Скажи, а какая мотивация у Ювентуса последние 20 лет? У Ювентуса? Выиграть Лигу Чемпионов. Ну, последние 20 лет у Ювентуса разные были. Нет, серия Б. Я понимаю, выиграть серию... Нет, Андрей, я к тому, что, конечно, выиграть Лигу Чемпионов. Ты думаешь, что это будет ему сделать легко с Арсеналом или с Ювентусом? Нет, но просто для того, чтобы, скажем так, Ювентус замостался на Лигу Чемпионов, он должен приобрести, знаете, 4-5 качественных футболистов. Этот разговор у нас каждый год с тобой, но при этом каждый год Ювентус либо в финале, либо в одном шаге от финала. А мотивация Зидана какая тогда? Нет, я в последний раз видел Ювентус в Ювентус победитель Лиги Чемпионов в 1996 году. Поэтому это разговоры каждый год, но не один год, а не один год. Нет, нет, нет. Я к тому, что последние 4 года, мы с этим обсуждаем, но из 4 последних лет Ювентус 2 раза в финале, окей, он проигрывает безоговорочно Барселоне и Реал Мадрид, хотя и по поводу Барса, ну окей, проигрывает. Либо вот так вылетает, как от Баварии, от Реала вот в этом сезоне. То есть я согласен, что чтобы выиграть Лигу Чемпионов, как Реал Мадрид, ну или как Барселона, надо, конечно, купить 4-х футболистов новых. Но мы-то понимаем, что это Ювентус не сделает никогда. Игроков там по 100 миллионов. Поэтому да, они будут... Ну, значит, если не сделают, и еще продают Дебаву, на которую большой спрос, или Манджукиш, я не знаю, один из лидеров команды, тоже носитель двух победителей, то он ее точно не выиграет. Ладно, хотя бы выйдет финал, хотя бы выйдет финал, Андрей, по традиции. Ну, опять же, Материал Мадрид туда уже два раза выходил. Я думаю, что в плане Лиги Чемпионов у него явно амбиция ее выиграть, а не выйти в третьем. Ну, я думаю, что легче выиграть с Ювентусом, которым не играет, чем с Арсеналом, которым не играет, правда? Ну, понимаешь, ну, там, скажем так, я не знаю, какие там планы в Арсенале, но мне кажется, по Рейсам Верман, там, теоретически, или там... Нет, Пассажир уже выбрал тренера. Пассажир выбрал Тухеля. Ну, отлично. Вот. Посмотрим, сколько он продержится на пасту тренера Пассажира. Вот. Но я к тому, что, понимаешь, вот есть такое понятие цикла. Свой цикл в Ювентусе, на Силану Аллегрия отработает. Я согласен. Чтобы зарядить, зарядить новый цикл, нужно существенное поставление. Мне кажется... Ты сам сказал, что на это Ювентус не пойдет. Мне кажется, цикл, цикл Аллегрия в Юве может завершиться в следующем сезоне. Вот именно в сезоне 18-19. Но это в идеале. Не выходом в Лиде чемпионов из группы. Ну, об этом может болельщик Милан мечтать, но это не случится. Надеюсь. Об этом мечтают болельщики Интера. Об этом мечтают все болельщики в Италии, кроме болельщиков Ювентуса. Но, я думаю, что не дождетесь. Далеко не так. Но на самом деле у Ювентуса очевидно, что лидеры команды, которые тащили те самые два финала, они на столе. Поэтому нужно обновлять. Это факт. Но будет Ювентус обновляться. Морота Спаратича знает свою работу. Спасибо большое, Андрей. Спасибо. Это был Андрей Лаврентьев. Поговорили мы с ним об Италии. Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Ну что ж, вот такая вот беседа яркая произошла между Нобелем и Андреем Лаврентьевым. Нобель, говорит, утверждает, что, скорее всего, Аллегрия останется еще на один сезон. Нет, я говорю о том, что это было бы логично, но я не исключаю, что придет, например, не знаю, Зидан, либо Анчелотти, либо Симона Энзаги. Ну, да, кстати, Симона Энзаги тоже был бы любопытный вариант. Но это точно будет не наповедовать Лиге Чемпионов на следующий сезон. Это будет на перспективу. Ну, конечно. Это будет на перспективу. Ну, ладно, мы тогда ненадолго прервемся, а потом продолжим уже говорить не только об итальянской серии А. Продолжаем. Новый ростомян Игорь Катманов. Приходят вопросы от вас на мессенджеры, в частности, на СМС-портал. Напоминаю, 55.33 в начале сообщения Словоспорт. Добрый вечер. С наступающим вас днем Великой Поведы. Вопрос такой. Может ли в Юве перейти Арсен Венгер? Думаю, вряд ли. Что за странные разговоры о переходе Маурицио с Сари в Зенит? Я думаю, что разговоры имеют почву под собой. Так. Ну, мало ли Зенит может интерес появиться в Сари? Ну, это вполне невероятно, да. К Манчине же проявил интерес. Да. И как по-вашему, сможет ли Слуцкий возглавить топ-клуб Европы в ближайшие лет пять? Я думаю, что нет. Ну, ты можешь так далеко загадывать? Могу. Молодец. Ну, топ-клуб Европы. Я имею в виду уровня там того же Ювентуса. Не, ну, конечно, уровня Ювентуса нет, но это понятно. Хорошо, а уровень Тоттенхэма? Ну, тоже вряд ли, но мы же не знаем, что будет через два-три года со Слуцким в Европе. Не знаем, да. Ты совершенно прав. Но многие не знают, что будет с командами, с различными клубами профессиональной футбольной лиги, которых закрылось в последнее время огромное количество. так в частности исчезли там Волга, Нижний Новгород. Да, команда была ликвидирована два года назад. Тверская Волга, Карелия, Петрозаводск, Подольский Витязь сейчас играет в КФК. Покинули они профессиональную футбольную лигу в 2017 году. Владимирская Торпеда тоже играла в любительской лиге. И вот опять в очередной раз проблема в Костромском Спартаке. Команда, которая может закрыться. И причем эти разговоры ходят из года в год. И в прошлом году были письма различные футболистов Костромского Спартака. И не проходили они сборы. Ну и в этом году тоже все уже под угрозой очень сильной. Поэтому это проблема всего российского футбола и не только там условного Тосна, который у всех на виду, но и проблемы клубов маленьких из второй лиги, из профессиональной футбольной лиги. Но давайте послушаем игрока Костромского Спартака Ливана Лацузбая, который рассказывает о том, что клуб прекратит свое профессиональное существование и продолжит выступать в любительской лиге. Нам президент озвучил на собрании официально заявил о том, что власти города приняли решение, что клуб перестанет существовать в статусе профессионального. Связано это с тем, что они не могут найти спонсоров и приняли такое решение, что переведут команду в любительскую лигу, в третью. На какое время обозначили, на неопределенный срок. И мы беспокоимся о будущем клуба. Потому что, во-первых, есть еще и долги перед футболистами, перед тренершим штабом. Если даже убрать этот момент, то, что там нам должны, денег и так далее, мы просто беспокоимся о будущем футбола в регионе. Хотелось бы, чтобы профессиональный уровень сохранился и развивался, а не наоборот закрывать его. Есть единственный профессиональный коллектив, это футбольный клуб «Спартака-Строма». Больше ничего нет вообще в регионе, в области ни одного профессионального клуба, ни хоккейного, ни волейбольного и так далее. Людям просто, если честно, не на что ходить, посмотреть. Даже вот касательно нашего клуба, мы выступаем не в городе, у нас есть в городе практически в центре. Мы вынуждены выступать и принимать домашние игры в поселке вообще Караваево, это за городом находится, куда болельщикам естественно трудно добраться и в связи с этим тоже болельщиков на трибунах меньше, чем обычно. Раньше по 2-3 тысячи это минимум уходило людей, а сейчас людям неудобно просто добираться. Молодежь должна ориентироваться, у них должен быть какой-то ориентир. И это мы в данный момент. Не важно, я буду здесь в футбол играть, другие ребята, у ребят должен быть стимул. Я считаю, это обязательно, просто необходимо в каждом регионе. Даже если вот посмотреть на Европу, там другие страны, насколько там это развито, сколько там лиг существует, по 6-7 лиг. А у нас в такой огромной стране, ну это просто смешно, когда в регионе нет и не остается ни одного хуба. Это очень, мне кажется, волнительно и есть над чем задуматься в властям города. Я считаю, это на их совести тоже. Они должны об этом беспокоиться и думать, чтобы ребята знали, чем заняться и чтобы у них было будущее. Я говорю только за футбол, потому что я из этой сферы, я из футбола. Меня это беспокоит, потому что многие футболисты в 23-25 лет вынуждены просто преживать свою карьеру, потому что негде продолжить играть в футбол, просто выброшены на улицу. Меня это беспокоит, очень беспокоит многих людей, которые переживают за будущее спортивное, футбольное. Это просто нездоровая ситуация и нужно уже на федеральном уровне, наверное, решать и думать, какую-то стратегию вырабатывать, как делать так, чтобы не было таких в будущем моментов не закрывались клубы, а наоборот, то, что есть, сохранять, развивать инфраструктуру клубов и так далее, и детские, и юношеские футболы. Это был игрок Костромского Спартака Ливана Лоцузбая, так что много команд под угрозой исчезновения, в частности, Спартак Кострома, команда, кстати, в которой играл в свое время, но это было в союзные времена, Георгий Ярцев, и народ там ходил в Костроме, и по 10 тысяч было. Я приветствую нашей студии Вячеслава Илюшина, нашего корреспондента Спорт-ФМ, который знаком с ситуацией профессиональной футбольной лиги, даже более подробно, чем мы. Слав, привет. Да, добрый вечер всем. Ну, действительно, в ПФЛ удалось, скажем так, поработать на протяжении трех лет. В свое время трудился непосредственно в Солярисе, ну и, безусловно, вся эта, на самом деле, ситуация, она очень близка про то, что сейчас Луцузбая говорил, но, действительно, Спартак из Костромы, это история такая очень давняя и долгая, потому что, помнится мне, в прошлом году, когда Солярис со Спартаком играл, очень долго не могли понять, вообще будет ли товарищеский матч, это было с зимой, и все-таки в конечном итоге Спартаковцы приехали, но настроение там, конечно, было так себе. Ну и, наверное, из таких, да, еще, может быть, обидных команд, да, которые покинули профессиональную футбольную лигу, это была Волга-Тверь, ездил я с Солярисом, соответственно, в гости туда, в Тверь, вроде все неплохо, но помимо стадиона, потому что стадион все-таки довольно в плачевном состоянии был, но, тем не менее, народ туда ходил, народ смотрел, болел, и все это очень нравилось представителям и самой Волги, ну, соответственно... Стадион есть в городе, а команда играет за городом. Ну, это, кстати, только Костромское такое увлечение было на протяжении многого времени, не знаю... А почему тогда стадион нужен? Не знаю, для чего в Костроме нужен стадион, потому что, действительно, до поселка, где нынче спартаковцы выступают и выступали на протяжении довольно долгого времени, добираться нужно было через, там, две-три пересадки, сначала до Ярославля, по-моему, потом до Костромы на электричке, и только из Костромы уже непосредственно в этот поселок на стадион урожай на маршрутке нужно было добираться. Я как-то смотрел шесть с половиной часов ехать туда. То есть, московским болельщикам, любым другим болельщикам, которые хотели поддержать свою команду в гостях в Костроме, нужно было не только что запасаться терпением, им нужно было прям реально собираться в такую серьезную дорогу просто-напросто. Ну, так в чем решение проблемы, на твой взгляд, вот только в муниципальных деньгах и финансировании из бюджета? Ну, не все же... Потому что денег в таких регионах, как Кострома, Тверь, Петрозаводск, их нет в таком количестве, чтобы содержать... Петрозаводске, насколько я помню, в свое время едва ли не Виталий Леонидович Мутков подключался к тому вопросу, чтобы Карелия продолжала играть в ПФЛ. Я не думаю, что на самом деле у областей нет денег. Все-таки, в конце концов, бюджет профессионального футбольного клуба на уровне второй лиги, он не настолько большой. То есть, я думаю, что вполне можно найти все-таки деньги. Тут вопрос все-таки в заинтересованности, потому что был Солярис. Это был клуб, которым владел один человек. Ну, потерял человек интерес к футболу, и все, и до свидания. Ну, вот это опять-таки мы приходим к вопросу частных инвестиций, потому что частные инвестиции в футбол, тот же Тос, но тот же Солярис, они есть. Но пока успешных проектов, кроме Краснодара... Ну, вот здесь вопрос заинтересованности. именно непосредственно живой. Несколько, на мой взгляд, именно в деньгах, а сколько именно в просто вот такой, да, житейской заинтересованности, любви к футболу, да, потому что, ну, Галецкий, мне кажется, настолько любит футбол, что половина населения России так не может его любить, как это делает президент Краснодара. И не в деньгах, счастье, грубо говоря. Потому что, ну, можно же играть. Вот тот же Домодедов играл с очень скудным бюджетом. Сейчас в ПФЛ до сих пор выступает Знамя труда из Орехова-Зуева, старейший клуб. В России. Да, в России. Коломна. Там, по-моему, больше 30 миллионов рублей в год люди просто не видели. Вот просто не видели, но играют. Другой вопрос, как играют. Тут понятно, что нет у них такого пространства для маневра с теми же игроками и так далее, но тем не менее, они же играют за не самые большие зарплаты. Но почему у нас вдруг Костромаху может закрыться опять в очередной раз? В свое время вот Владимирская торпеда тоже закрывалась в 2012 году. Это разговаривал с представителем торпеды. Рассказывали, как, ну, просто на тот момент я сейчас не вспомню, кто конкретно, ну, было сказано людям, что, ребят, нам не интересно, как бы все через, все остальное через суд и, что называется, там уже поговорим. С тем же Днепром и Смоленска, кстати, была тоже история, потому что, по сути, если бы все-таки не переименовались в вот эту страшную аббревиатуру ЦРФСО, то и тоже в Смоленске мог бы футбол закончиться. то есть здесь вопрос, еще раз говорю, не в количестве денег, а в, наверное, просто желании хоть что-то делать, потому что, ну, ПФЛ это не та площадка, на которой люди могут как-то зарабатывать или еще что-то делать. Безусловно, то, что сейчас есть ПФЛ, то, в принципе, я считаю, уже довольно неплохо, потому что и трансляции имеются, и вообще как-то уровень стараются подтянуть в профессиональной футболе. А что нам стараются подтянуть? На Востоке вообще все команды практически поисчезали за последние 10 лет. Восток это очень такая интересная субстанция в ПФЛ, потому что люди там играют вот совсем где-то вот в своем мире и особо... А что, в этом мире не должно быть футбола? Нет, он должен быть, он должен быть, но просто это все настолько далеко, что, по-моему, не всегда получается не то, что следить за ним, там, даже, может быть, где-то управлять им не всегда получается. Все-таки, да, если у нас все жалуются на довольно большие перелеты, там, в Хабаровск, да, в Гостикска, то... Нет, даже там-то они друг к другу летают, они же не летают в Москву. Там же региональная лига. Ну, слава богу, что они еще в Москву не летают, а то бы даже полсезона не отыграли. Но там тоже, Игорь, там же тоже расстояния какие. То есть, если, например, да, из Москвы в Тверь можно доехать абсолютно спокойно на автобусе, то там же на автобусе не съездишь. Да, из Сахалена ты не поедешь в Барнаул на автобусе. Не, ну, Барнаул это уже... Что это? Это не совсем восток. Подожди, это одна лига, это вторая лига зоны востока. Но их можно разбить. Подожди, Игорь, это потому что команд мало стало. Игорь, соберись, ты можешь сейчас... Потому что команд мало стало. Ты сейчас можешь мобилизоваться? Потому что сейчас я тебе зачитаю... Барнаул это Новосибирск, это недалеко от Новосибирска. Зачитаю тебе состав участников этой самой лиги. Сахалин, Динамо Барнаул, Чита, Зенит Иркутск, видимо. Смена откуда? Смена из... Комсомольска на Амуре. Так, из Комсомольска на Амуре. И еще Иртыш, извините. Иртыш тоже не очень... Омский, по-моему. Да, Омский Иртыш. Не очень близко. Вот как ты предлагаешь этим командам добираться? А их потому что мало. Подожди, их шесть команд. А знаешь, сколько команд в зоне юг играет? А ты открой советскую. Сколько команд играет в зоне юг? Ты знаешь? Вот я тебе и говорю, что на Востоке, когда было много команд, можно было разбить на зоны. Подожди, сколько команд играет в зоне юг? Не знаю. А я знаю, 17. Ну, молодец, и что? Здесь 17, там шесть. Это справедливо? Так я тебе про это и говорю, что там половина команд поумирала. Игорь. Ну, так там-то они в первую очередь умирали из-за того, что большие расстояния им приходится пограть. Ну, если, что называется, меня не на все выезды Солярис брал, то как там вообще на Востоке на Востоке Я согласен. Не, ну, я просто вот говорю про то, что как бы я знаю, да, то есть, потому что я работал там в Солярисе и так далее. Но это проблема географическая, пойми. Пойми. Это проблема распределения бюджетов, там все деньги на юге. А на Востоке ничего нет, вот это какая проблема. Не надо мне здесь лапшу на уши про географические проблемы. Да не, ну, на Востоке, я уверен, тоже есть деньги. Но опять же, ну, никому не интересно летать там по 3-4 часа. хорошо. Знаешь, сколько команд в зоне центра? Много команд в зоне центре. Все деньги в центре? Да, все деньги в центре. Но еще тогда запад можно. Сколько команд на западе, знаешь? Тоже 14. Я бы вообще... Все деньги на западе, я бы вообще центры... Смотря на каком западе? Объединил, потому что из центра в запад переходит постоянно, команды. И, соответственно, наоборот. Даже, даже Урал-Поволжье, Урал-Поволжье, 14 команд. Хорошо, я тебе говорю, тоже все деньги на Урале, да? И восток было бы больше команд, все деньги на Урале, все деньги на Урале, ты это имеешь в виду? Урал-Поволжье тоже огромная зона получается. подожди, но там есть команды, это все география, мой дорогой. Ну, хорошо. Ну, так там большая территория. Ладно, мы сейчас Марию Тирскую не успеем принять с новостями спорта. Маш, слушаем тебя. Юношеская сборная России по футболу, составленная из игроков не старше 2000 года рождения, проиграла команде Германии со счетом 1-3. Это был товарищеский матч, он проходил в Волгограде. В составе сборной России отличился Гамит Агаларов. Матч проходил на стадионе «Зенит», ну, а завтра, я напомню, в Волгограде состоится финал Кубка России, там Курский авангард сыграет с Тосна, и пройдет эта встреча на стадионе Волгоград-арена, который примет матчи чемпионата мира. Бывший нападающий Вашингтона и Каролина Александр Семин продолжит карьеру в подмосковном «Витязе», об этом сообщает официальный твиттер континентальной хоккейной лиги. Семин подписал с подмосковным клубом одностороннее соглашение сроком на один сезон. Начинал он карьеру в «Челябинском тракторе», затем перешел в «Тольяттинскую ладу». В 2003, 2004 и 2006 по 2012 он защищал цвета Вашингтона, а также с 2012 по 2015 года играл за «Каролину». Ну и вот в итоге вернулся в Россию. Бегица Тим Виллианс из команды «Лота» победил на четвертом этапе велом многодневке «Джиро Диталия». В общем зачете лидерства сохранил австралийский гонщик Руан Деннис. Ну, наконец-то «Джиро» переместился все-таки туда, где он должен проходить, потому что старт, как известно, был... А где он должен проходить? В Италии он должен проходить, а был старт в Израиле. В Израиле? Да, в Иерусалиме стартовал. Да, конечно. Ты не знаешь, что ли? Это впервые в истории. А как они потом уже не на велосипедах ехали? Нет, Игорь, как ты... Ну, естественно, нет. Вчера у них был так называемый день отдыха, но этот день отдыха они использовали для того, чтобы, собственно, перебазироваться из Израиля на Сицилию. Вот именно сегодня стартовал четвертый этап в Катании. 198 километров гонщики преодолели до города Кальта-Джироне. И самое интересное нас ждет послезавтра. Сейчас они, можно сказать, разминаются вот в этих горных местностях, потому что послезавтра будет финиш с подъемом на действующий вулкан Этна. Игорь, Джиро до Италии это очень интересно. Согласен с тобой. Ну, там, наверное, в основном интересно пейзажи. А Тур де Франс? Или ты следишь прямо за титулом горного короля, за майкой там белый в красный горох? Ну, практически, да. Нет, Игорь, я не следую. За розовую майку лидера. Ну, розовая майка лидера это на Джиро. Ты понимаешь, почему розовая майка лидера? Потому что газета. Конечно. Газета Делла Спорт. Слава Богу, ты это знаешь. На розовой бумаге. Да. Твое любимое Нобелиздание. Нет, не мое любимое издание. А как вы у тебя тутто спорта? Ты что, футбол Италия предпочитаешь в газете? Нет, тутто спорта, тутто спорта, это вообще нельзя читать. Нет, курьеры, конечно же. Нет, курьеры тоже. Нет, газетах достойные издания. Тебе ничего не нравится? Что ты вообще читаешь? Что тогда? Вопрос логичный. Газета нет. Мы все уже издание топовое перечислили. Газета самое авторитетное издание. Самое авторитетное. Но оно достаточно промиланское. Эль Мундо Депортиво. Эль Мундо Депортиво? Да. Марка это прободрицкое. Нет, он, Игорь, он читает инсайдерский сайт от Жанлуки Демарцио. Ну, понятно. Молчание, знак согласия. Спасибо большое. Благодарю Марию Терску, благодарю Вячеславу Илюшину за интересный рассказ. Игорь, я предлагаю вообще тем ПФЛ как-то развить, потому что ты, мне кажется, вот сейчас своим спичем чуть-чуть добавил масла в огонь. Так. Но мне кажется, ты не объективен. Почему? Ну, потому что, еще раз подчеркну, что очень, мне кажется, неравномерно все во втором дивизионе в ПФЛ. Ну, поэтому неравномерно, правильно. Ну, потому что, смотри. Я думаю, что от территории от Барнаула до Южно-Сахалинска шесть команд, поэтому неравномерно. Послушай, ты считаешь, справедливо, что равное количество путевок разыгрывается от Востока, где шесть команд, даже с точки зрения спортивной составляющей? Нет. Там шесть команд. А здесь... Это вообще надо все реформировать. А здесь семнадцать команд. Семнадцать. А и тоже одна путевка. Объяснись. Просто объяснись. Сам себе объясни. Следующий раз. Сам себе это объясни. Пообщаемся уже с тобой вот здесь в студии на эту тему. Хорошо? У нас рубрик впереди.